В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Как поступить в лице и гимназию? Родителям будущих пятиклассников рассказали о критериях индивидуального отбора. Без прошлого нет будущего. В конце марта историки отмечают профессиональный праздник. Как коты искусство изучали? В Пушкинке прошла арт-лаборатория. Далее расскажем обо всем подробно. 90 человек работают на строительстве новой детской поликлиники. Для проведения отделочных работ штат планирует увеличить еще на 70 сотрудников. Как рассказал глава города Алексей Сафонов на своей странице ВКонтакте, все работы по наружным сетям на объекте выполнены полностью, отопление есть. Инженерные сети готовы на 80%, а черновая отделка подходит к концу. На цокольном и первом этаже уже начали выкладывать плитку. Что касается дороги к новой поликлинике, то как только установится нормальный температурный режим, участок возле учреждения начнут укатывать в асфальт. Опоры освещения уже заказаны, приедут в ближайшее время. На улице Чкалова также идут активные работы. В настоящий момент строители занимаются ливневой канализацией. Проложено 260 метров труб. Устанавливают смотровые, железобетонные и дождеприемные колодцы. Для родителей четвероклассников и их детей наступает горячая пора. В этом году впервые оба лицея гимназия набирают заново пятые классы. Напомним, четыре года назад эти образовательные организации перестали принимать первоклассников, а дети, которые жили на закрепленных за этими школами территориях, пошли в центр образования. Как будет проходить индивидуальный отбор в лицее и гимназию, рассказала директор департамента образования на общегородском родительском собрании. Предоставить возможность всем детям из всех школ города поступить в пятые классы лицеев и гимназии – это основная задача, которую ставит перед собой департамент образования. В этом году свои силы могут попробовать все четвероклассники Сарова, независимо от места прописки. Главное – пройти индивидуальный отбор. Это наш первый год, это наш год, когда мы апробируем нашу систему. Могу сказать, что безусловно, что мы не лидеры в этой области, и что большинство крупных городов давным-давно перешло на эту систему. А самое главное, что вы должны понять, что ребенок тянет и справляется с той нагрузкой, которая дается ему и будет даваться при достаточно высоком темпе и при достаточно высокой проходимости материала. Приемная кампания в лицеи и гимназию стартует 15 апреля. До 22 апреля включительно эти школы будут принимать заявления от родителей четвероклассников. Каждая образовательная организация принимает свой пакет документов. В этом году лицея 15 набирает три класса, третий лицея и вторая гимназия – по два класса. В каждом классе в каждой из этих школ будут учиться по 25 детей, не больше. Уже в 20-х числах апреля начнутся вступительные испытания. Гимназия 2 проводит два вступительных испытания. Это комплексная работа, которая включает в себя и русский, и математику одновременно. Соответственно, мы понимаем, что объем русского языка и математики включен в меньшем объеме, чем он будет включен в отдельных вступительных испытаниях в лицеи 3 и в лицеи 15. Почему? Вы можете догадаться, потому что основной предмет, который необходим для поступления в гимназию, это английский язык. В лицее школьники должны будут сдавать отдельно математику и русский язык. Математику проверяют на более высоком уровне. Работы, которые дети будут писать при поступлении в эти школы, разные. Критерии начисления оценок тоже разные. Распределение баллов, чтобы вы имели представление. Английский – 25 баллов, комплексная работа – 25 баллов. Математика и русский как распределяется в лицеи номер 3 и в лицеи номер 15. 15 баллов за русский язык и 35, так как это базовый углубленный предмет, 35 баллов. Даты вступительных испытаний в каждую школу есть на сайте образовательных организаций. Для детей, которые пропустили испытания по болезни, предусмотрены резервные сроки, но при этом обязательно будут требовать наличия медицинской справки. Также при индивидуальном отборе будут учитывать итоговую оценку за 4 класс. В лицеях по математике, в гимназии по английскому. Пятерка дает 5 баллов, четверка соответственно 4. Дополнительные баллы может дать и портфолио. Победы и призовые места в школьном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. Школьный этап Всероссийской Олимпиады школьников вы писали в этом году по математике и русскому языку. Итак, соответственно, если вы имеете диплом победителя, у вас 2 балла. Если имеете диплом призера, то 1 балл. Следующий большой блок – это участие в олимпиадах и конкурсах из перечня Министерства просвещения и Министерства оборонауки Российской Федерации. Можно предоставить и дипломы за олимпиады и конкурсы не из перечня, но не награды за онлайн-олимпиады или платные конкурсы. Они в расчет не идут. Дополнительный балл даст ребенку диплом призера или победителя в спортивном или творческом соревновании. Но нести всю папку грамот не надо, достаточно одного документа. Вся подробная информация о поступлении в лицеи и гимназию есть на сайте Департамента образования и этих образовательных организаций. Екатерина Пенова, Константин Островский, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров-24. Понтонный мост через Сатис закрыт на ремонт. Ориентировочное время проведения работ – двое суток. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В учреждениях Сарова вновь эвакуация. По данным единой дежурной диспетчерской службы, с утра среды поступали звонки о минировании ряда объектов культуры, образования, спорта и торговли. Сотрудники спецслужб проверили все объекты, угроз не нашли. Напомним, 20 марта Сарфа-Деймияумифи эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве. В России снижается заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом. За последние семь дней по сравнению с предыдущей неделей число вновь заболевших сократилось почти на 9%, сообщает Роспотребнадзор. Всего зарегистрировано 773 тысячи новых случаев, из которых 78 тысяч диагностировали коронавирус. Из числа циркулирующих респираторных вирусов половину составляют вирусы гриппа. Из вирусов негри поздной теологии лидируют риновирусы. Среди разновидностей COVID-19 преобладают геноварианты штаман и крон. ХК Саров начинает финальную серию игр в чемпионате области высшей лиги. Соперником нашей команды будет Клуб Сеченова. Первый финальный матч пройдет в эту субботу, 1 апреля, в Ледовом дворце. Начало игры в 13 часов. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на канале Саров24 и в группе канала 16 ВКонтакте. Для зрителей старше 12 лет. Творческие мастер-классы, квесты, конкурсы, викторины, учреждения культуры в дни весенних каникул ждут школьников на интерактивные и познавательные программы. На одном из мероприятий в библиотеке имени Пушкина побывала и наша съемочная группа. Сейчас коты – одни из самых популярных героев интернета. Они умиляют, радуют и вызывают положительные эмоции. Но внимание к пушистым хвостатам было приковано и десятилетия назад. А многие художники изображали котов на своих полотнах. Во время школьных каникул юные гости библиотеки Пушкина узнали о том, как коты искусство изучали и познакомились с разными техниками живописи на арт-лаборатории. Дети разделились на четыре команды. Площадки библиотеки на 25 минут превратились в творческие мастерские, где каждый участник смог почувствовать себя художником. Ребята смогли познакомиться с живописью, с графикой. Они узнали о художниках, которые очень любили рисовать котов. И вообще у нас такой получился очень… по эпохам мы прошли. Начали от лубка. Одна команда изучала народное искусство, лубочные картинки. Следующая площадка – это было творчество Кустодиева. Одна из самых ярких площадок – абстрактное искусство и Василий Кандинский. Красками маленькие читатели рисовали необычных и фантазийных котов, подражая известному художнику. На другой площадке знакомились с творчеством Юрия Васнецова, художника-иллюстратора, работы которого знакомы многим детям и взрослым. Здесь же ребята вспомнили детские потешки, поговорили о котах Юрия Васнецова и раскрасили картинки с хвостатыми на свой вкус. После этого все четыре группы встретились в актовом зале и поделились друг с другом своими знаниями и открытиями о художественных направлениях, показали творческие работы. Котиков любят рисовать, художники. Они бывают и черные цветы, и оранжевые. В глубочном стиле используют цвета фиолетовый, зеленый, желтый, оранжевый. Мне здесь нравится то, что тут всегда интересно. Мы всегда занимаемся чем-то интересным. А после вот этого мероприятия мы всегда с моей подругой ходим, делаем что-то. А что делаете? Подделки какие-то. Мероприятия в дни весенних каникул в Пушкинке проходят в рамках недели детской книги. Каждый день библиотекари готовят для ребят новые и познавательные книжные маршруты. Встречи проходят в 14 часов. Включительно по 1 апреля, в субботу тоже в 14.00 будет мероприятие. Но еще кроме больших мероприятий массовых в течение всего дня, каждый день детских каникул, работают творческие площадки во всех отделах библиотеки. И хочется еще обратить внимание, что не только центральная библиотека ждет своих читателей, но и наши структурные подразделения на улице Силкина и на улице Музрукова. За новостями и анонсами мероприятий в библиотеке следите в группе Пушкинке ВКонтакте. Далеец старше 6 лет. Светлана Ярунова, Евгений Шикриев, Евгений Ващенко. Служба новостей Саров, 24. Без прошлого нет будущего. Историки всего мира в конце марта отмечают профессиональный праздник. Представители этой профессии ежедневно расширяют горизонт и помогают узнавать новые и интересные факты жизни предков, отличить истину в том ореоле загадок и легенд, которыми окутана история человечества. Склонности к педагогическому труду у Ольги Васильевны Королевой были с самого детства. Тогда ей нравилось играть в учителя, объяснять материал, писать на доске. Осознанный выбор профессии в пользу педагога Ольга Королева сделала в старших классах школы. В это время она любила читать и узнавать новое, поэтому с головой окунулась в историческую науку. На решение связать свою жизнь с преподаванием повлиял и любимый учитель Татьяна Петровна Афонина. Она стала для будущего историка путеводной звездой и мотиватором к деятельности. Да, в своей деятельности, конечно же, ориентировалась на то, как преподает предмет Татьяна Петровна. И основные качества, которые бы я хотела выделить, это целеустремленность, постоянное желание действовать и умение так преподнести тему, что хочется узнать дополнительно что-нибудь по этой теме, то есть заразить этой темой. Хотя Ольга Васильевна и приняла лучшие черты своего учителя, но за время преподавания выработала собственные стиль и приемы. После школы Ольга Королева закончила Нижегородский университет Лобачевского. В 10-й школе Ольга Васильевна Королева работает учителем истории 10 лет. Вспоминает, что первые годы преподавания были волнительными и сложными. Сложными в каком плане? В плане становления. Это горящие глаза детей, оправдать их ожидания, которые они закладывают. И в дальнейшем это будет тоже отражаться на их отношении к предмету. Ну и здесь, конечно, поддержка коллектива. Все трудности можно преодолеть, когда тебя поддерживает коллектив школы. Одним из главных направлений в своей профессии Ольга Королева считает самосовершенствование. Педагог сам постоянно учится новым методикам, приемам и технологиям, чтобы урок истории был мобильным и живым. А ребятам было интересно учиться. С учениками Ольга Васильевна работает в сотрудничестве и постоянном диалоге. А главной движущей силой своей профессии считает любовь к детям. Темные, светлые, чистые, с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре. С 30 марта по 1 апреля там проходит медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий, тягучий липовый или кремовый донниковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягилей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А донниковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречиха выделяет 500-600 килограмм. Донник 300-500 вот так-то. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектарой. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии, один раз горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя. И попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитеры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для сыровчан доступна акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Три килограмма цветочно-липового меда за тысячу двести рублей. Три килограмма гречишного за полторы тысячи, а три килограмма липового стоит всего тысячу восемьсот рублей. Не пропустите, медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 30 марта по 1 апреля с 10 до 18.00. Нет возможности прийти – доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова